Друзья, всем привет! Второй этап сравнения пушек, сделанных мной из дерева, продолжается. Сегодня у нас противостояние между пистолетами ТТ-33 и Маузер С-96. Погнали! Так, ну ранее мы договаривались не учитывать в макетах какие-то сложные механизмы, разборку на множество частей, даже если она у меня есть, как у деревянного дробовика Чейзер-13, например. Поэтому экстракцию гильз и подачу макетов в муляж патронника Маузера мы не будем брать в расчёт. Представим, что у него также как у ТТ стандартные механизмы в виде подвижного спуска и затвора. Уверен, большинство рукодельников предпочтут этот вариант. Впрочем, чтобы изготовить поделку в такой упрощённой версии, даже мой шаблон менять особо не придётся. Но если всё-таки брать во внимание дополнительные функции немца, то он является самым сложным пистолетом на моём канале. В выпуске с подведением итогов всех противостояний макетов оружия из разных категорий я упомяну об этом. Начнём разбирать сложности сегодняшних героев со сборки частей. Первым делом механизмы. Несмотря на то, что у обоих пистолетов надо устанавливать спусковой крючок на пружине перед приклеиванием третьего бокового слоя, а не после, как обычно, у Маузера этот механизм сложнее, ведь необходимо соблюдать соосность отверстий в крючке и гнезде. А так, когда нужно установить спуск перед третьим слоем, необходимо каким-то образом убрать перепады в материале с участием этой самой третьей части рамки. Ну, мы с вами знаем про временную фиксацию гвоздями. Прибил, обработал, отсоединил. Тем не менее, склеить всё и потом сточить неровности в конце вставив механизмы гораздо проще. ТТ-33 обладает более тяжёлой конструкцией затвора и, к слову, после сборки затвора завершается и окончательное соединение элементов. Всё потому, что он устроен сложнее. Механизм состоит из множества элементов, а его работа во многом зависит от правильной установки и соосности с рамкой и стволом. Имеются вырезы, которые должны чётко встать в направляющие. Также под переднее место надо в рамке подготовить полукруглую выемку. А вот если ствол приклеить криво, то и затвор не сможет полноценно двигаться и возвращаться на место пружиной из-за притирки. Кстати, случайно переборщите с клеем, он затечёт куда не надо и склеит деталь с корпусом. Поэтому аккуратнее. Немецкий пистолет из дерева по упрощённой схеме намного проще. Там, грубо говоря, прямоугольник на пружине внутри гнезда. Со стволом и рамкой не связанный. Однако С-96 имеет более трудный по сборке ствол, представляющий собой кунусообразную трубку. Для скручивания такой понадобится больше времени и сил. Но всё равно в первом этапе рукоделия советский пистолет сложнее на 50%, учитывая ещё его вынимаемый магазин. Обработка. Она, конечно, уже неоднозначная. С одной стороны, на АТТ есть много выделяющихся граней. Я их называю иногда острыми углами. Чтобы их оставить такими острыми, надо не облажаться во время черновой обработки бормашиной, потом во время чистовой шлифовки наждачкой не слезать всё это дело. Шпаклёвку аккуратно наносить нужно. И при финишной шлифовке снова постараться не закруглить грани, не сместить их, не скривить. С другой стороны, маузер тоже имеет грани, хоть и меньше, но они более неудобные, что ли, для повторения на деревянном макете. Помимо этого, есть интересный момент с конусным стволом. Швы от бумаги должны быть убраны, и чтоб без всяких следов. Также посмотрите, какой плавный переход от патронника к стволу. В нашем случае, от корпуса к бумажной трубке. Но нюанс, который действительно перевешивает сложности тульского токарева, кроется в накладках рукоятки из древесного массива. То есть, для получения готовых деталей понадобится сначала вырезать заготовки из доски, сточить с обратной стороны часть материала под углом, или наоборот, что труднее. После закруглить и избавить поверхности от неровностей с царапинами, причём не пользуясь шпаклёвкой. Исходя из всех перечисленных аспектов, вердикт следующий. Маузер К96 сложнее оппонента на 30%. Вот детализация и там, и там примерно одинаковая. 96-й имеет прессальную планку, где придётся выжигать маленькие циферки. Сама планка состоит из нескольких элементов. В общем, несравнимо с обычным целиком. Утолщение для рамки. Казалось бы, ну аккуратно вырезать и всё. Ага, ещё пропитать суперклеем и отшлифовать до идеала. Про линии на накладках говорить даже ничего не надо. В ручной работе подобное всегда просто так не поддаётся. Отрезной диск вечно будет пытаться соскочить в сторону. На накладках 33-го аналогичная ситуация, плюс в середине окаймлённая звезда на каждой. Помимо всего прочего, необходимо выточить выемки на затворе. Насечки. Широкие и между ними идут узкие полосочки. Когда макеты в каком-либо процессе создания примерно равны, то они оба принимаются за эталоны по отношению друг к другу. Обоим ставятся по 100%. В последнем процессе рукоделия покраска двух легенд сложна тем, что для передачи оттенка оригинала необходимо натирать покрашенную поверхность просто до блеска, либо нанося графит. Но если вы не старались над обработкой, не шлифовали грунтовку до гладкого состояния, то ничего не выйдет, всё будет неоднородным. Здесь тоже обоим даю по 100%. Просто у одного натирание графитом, у другого покраска накладок. И в принципе эти два момента компенсируют друг друга. Смотрим, что получается. Отнимаем процентные разницы. 50-30 равно 20%. Это общая разница в сложностях. Чтобы найти среднее значение, делим 20 на 4. Получаем 5. ТТ-33 сложнее Маузера в среднем на 5%. Таким образом победитель проходит дальше и ждёт другого соперника, тоже прошедшего первый ВС второго этапа. Кстати, пишите под видео, какой из этих пистолетов вам нравится больше и почему. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите вот эти парочку видосов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok